ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ Алтайское гостеприимство на новый уровень. Несколько лет. Буквально в прошлом году это была небольшая площадка на Сибирском Подворье. Что будет в этом году? Действительно, у нас формат гастрономического фестиваля несколько изменился. Он у нас будет более масштабный и более разнообразный по мероприятиям. Надо сказать, что примут участие в мероприятии порядка 70 участников. Если раньше это было в районе 15, то здесь у нас уже будет 70, которые представят около 30 территорий края. Давайте открывать секреты. Какую площадку займете, где можно будет увидеть вот этих вот 70 участников, попробовать то, что они привезут? Площадка эта будет на нулевом километре. В Барнауле? В самом центре. В самом центре города Барнаула, в районе нулевого километра. Та самая площадь с фонтанами, которые два фонтана больше? Да, это два фонтана, которые торговые места как раз разместятся вдоль вот этих двух фонтанов. И практически до самой аллеи ветеранов. А почему эту площадку выбрали? Ну, потому что это центр города. И здесь как раз очень много и жителей, и место прогулок. Там очень много бывает днем, если вы обратили внимание, и детей. Кстати, для детей у нас тоже будет предусмотрена детская площадка в рамках мероприятия. И здесь очень много работает, трудится наших горожан. И мы постарались, чтобы это все-таки рабочий день, чтобы максимально горожане смогли познакомиться с продукцией наших участников. Итак, это у нас пятница, получается, 29 апреля. Да, это пятница. А когда вы начнете осваивать площадку? То есть вы как, 29 апреля в пятницу с утра заедут участники, или это начнется раньше, все перекроют? Да, монтаж оборудования начнется 28-го, конкретно с цены, торговых мест. А заезд участников уже с утра, 29-е. Это заезд будет с 8 часов. Начало работы площадки с 11. Ну, теперь расскажите, кто займет место на площадке? Кого пригласили, может быть, кто сам изъявил желание? Ну, надо сказать, что приглашали. Мы это совместно с Управлением по туризму. В рамках, вот, уже вы назвали мероприятие туристического. И представят свою продукцию на площадке. Это предприятие общественного питания. Их будет, так скажем, 50%. Это общепита. И фермеры, малое производство. Все-таки вот основной, так скажем, девиз нашей площадки. Алтай все настоящее. Поэтому мы постарались именно, чтобы представлена была продукция вот из нашего экологически чистого натурального сырья, продовольствия и дикоросов. Вот, поэтому многие производства неизвестны будут нашим жителям краевого центра. Мы постарались, чтобы это были локальные производители, то есть муниципального уровня, которые максимально приближены к сырьевой составляющей. Ох, чувствую, потом придется в Тогульский район за каким-нибудь медом или еще чем-нибудь ездить, если попробуешь на этой площадке. Ну, может случиться и так. Поэтому то, что, допустим, горожане видят Барнаульцы в магазинах, эту продукцию они там не увидят. Эксклюзив. Да. Хорошо. Я же еще знаю, что на рекорд идете. Пирог необычный уже заявлен в программе, а вот это вот гастрономического фестиваля. Что за пирог такой? Действительно, изюминкой нашего мероприятия будет установление рекорда для Книги рекордов России. Это изготовление самого большого пирога с большим количеством начинок. Пирог наш будет весить более 100 килограмм и с большим количеством начинок. На сегодня у нас начинок 44. Это предложили сами участники этого фестиваля? Ну, как бы предложение, идея была, в общем-то, управление, нашего управления. А, конечно, уже разнообразие начинок предлагалось и участниками. Надо сказать, что очень будут разнообразные начинки. И я думаю, каждый посетитель... Самое удивительное, то, что вы не знали и узнали. Ну, я, ну, допустим... Что никогда не пробовали сами? Что я не пробовала? Я не пробовала чечевицу с алтайскими грибами и томатами. Это тоже одна из начинок. Это тоже будет одна из начинок. Вот. И, но... Я же уже сказала, разнообразные будут, самые разнообразные начинки. И каждый может найти свои предпочтения. Угощать будете всех? Когда будет установлен рекорд. Зафиксирован? Зафиксирован рекорд. Рекорд, потому что будет представитель книги рекордов России. И тогда будет проводиться дегустация. Рецепт этого пирога будет в каком-то свободном доступе? Если кто-то захочет повторить. Но, надо сказать, участники будут представлены на отдельном информационном стенде и с их начинками. А если мы сейчас говорим о том, что это мероприятие под открытым небом, мы, как известно, плохой погоды не бывает, но бывают не очень благоприятные условия, что на этот счет скажете? Ну, мы все-таки надеемся, мы всегда надеемся. Это не первое наше уличное мероприятие, что погода будет хорошая. Но, насколько это можно сделать, торговые места и места, где будет проводиться культурная программа, они будут максимально закрыты. Есть еще одно мероприятие, которое я обязательно хочу, чтобы Вы рассказали, это кулинарный поединок. Да, в рамках фестиваля будет проводиться кулинарный поединок, надо сказать, это наш второй опыт. Вот, по применительному кулинарному поединку здесь будут участвовать две команды. Команды будут из состава, так скажем, известных людей в сфере спорта, культуры и органов власти. В списке тоже сформированы, или еще отбор идет? Ну, отбор еще, надо сказать, идет. И, как бы, с ними будут работать два опытных шеф-повара, и они будут, участники будут готовить блюда как раз из алтайского продовольствия, из алтайского сырья. Хорошо. Судьи кто? Судьи будут зрители. То есть, это тоже пропустить никак нельзя, тоже нужно присутствовать, так же, как при установлении рекорда. Обязательно надо присутствовать. И, вообще, будут дегустации там представлены достаточно широко. Каждый, кто участник, он постарается свою продукцию представить, представить через дегустацию. Ну, и, конечно, понравившийся продукт можно купить. То есть, будет еще и продажа? Будет еще и продажа. Отлично. Ну, все. Галина Михайловна, спасибо вам большое за информацию. Будем стараться попасть вот именно 29 апреля, именно на эту площадку, к нулевому километру, чтобы действительно попробовать посмотреть на шедевры алтайского кулинарного мастерства. Да, мы всех приглашаем. Будет очень интересно. У нас еще одна изюминка там будет. Будут представлены марийская кухня и мордовская кухня. Это привезут наши территории, привезет Залесовский район и привезет Зменогорский район. Великолепно. Да, хорошо. Будем ждать гостей. Будем ждать этих гостей. Спасибо большое, Галина Михайловна. Спасибо. О том, как пройдет гастрономический фестиваль алтайского гостеприимства, мы говорили с Галиной Денежкиной. Она заместитель начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Продолжение следует...